Не каждый кинотворец планирует подарить своему фильму прозрачную концовку. Некоторые картины заканчиваются настолько амбициозно, что зрители, выходя из кинотеатров, не могут понять, что произошло. Но мы объясним самые запутанные концовки фильмов. Осторожно, спойлеры! Фильм Начало Кристофера Нолана 2010 года оставил аудиторию в подвешенном состоянии своим последним кадром. Мы видим, как знаменитый волчок продолжает крутиться, немного колыхаясь на столе. Он должен скоро упасть, но фильм прерывается чёрным экраном. Перед этим мы видим, как главный герой, Доминик Копп, возвращается к детям, но нам так и не дают очевидного ответа – сон это или реальность? На протяжении многих лет фанаты гадали над концовкой Начало, пока Нолан не объяснил, что в этой неопределённости и был весь смысл. В 2015-м режиссёр выступал с речью в Принстонском университете, где посоветовал выпускникам жить своей реальностью. Он использовал свой фильм, как пример, сказав, «Копп вернулся к своим детям, это его субъективная реальность. Ему больше не важно, какой это уровень реальности. В этом контексте все они одинаково хороши» Камера показывает крутящийся волчок, но мы не видим его падения, потому что начинаются титры. Концовка фильма открыта для интерпретации, так что каждый был прав по-своему. Концовка трилогии Тёмного рыцаря Кристофера Нолана не такая запутанная, как у начала, но тоже спровоцировала дебаты зрителей своим финалом. После того, как самолёт Бэтмена улетает с ядерной бомбой подальше от Готэма, Бэтмен избегает взрыва за кадром. Мы знаем это потому, что видим Альфреда во Флоренции, который смотрит на Брюса Уэйна, сидящего за столиком неподалёку. Он наслаждается едой вместе с бывшей женщиной-кошкой Селиной Кайл. Некоторые фанаты теоретизировали на тему того, что Бэтмен всё-таки погиб во взрыве, и это всё сон Альфреда, который хотел бы, чтобы это было наяву. Но это мнение ошибочно. Ранее в фильме мы видим, как Люциус Фокс говорит Брюсу Уэйну, что починил его самолёт и добавил автопилот к его функциям ещё за шесть месяцев до финального замеса в Готэме. И этого объяснения достаточно для того, чтобы понять – Бэтмен успел выпрыгнуть из самолёта задолго до взрыва бомбы. Да, то, каким образом Альфред видит Брюса Уэйна во Флоренции совпадает с тем, как он описывал своё виденье в фильме. Но концовка – это не сон. Просто Брюс выбрал наилучший способ намекнуть Альфреду на то, что он жив. Более того, Селина Кайл в этой сцене носит ожерелье матери Брюса, которое она украла в начале фильма. К тому же, Альфред не знает о том, что они теперь вместе, потому что он уже не работал на Уэйна, когда Бэтмен и Женщина-кошка объединились ради спасения Готэма. И если вам недостаточно этого, то Кристиан Бэйл высказал своё мнение о том, что Брюс пережил концовку фильма. Он объяснил во время интервью для промо-компании фильма Исход царей и боги, – Он был просто счастлив, что я живу и оставил, потому что это всегда была жизнь, которую он хотел для него. И я это очень интересно. И в большинстве фильмов я всегда говорю, что это то, что зрительство думает, что это. Моя личная opinión – это не мечта, что это было реально. И он был просто радостный, что, наконец, он был свободен от привилега, но, в конце концов, от того, что он был Брус Уэйн. Ну, теперь это уже мало важно, потому что Бен Аффлек стал его преемником. Пусть и ненадолго. Бэтмен снова канул в прошлое, но мы рады, что оно было именно таким. Фильм Алехандро Иньорито – это история о сошедшем с ума актёре, который пытается вернуться на Бродвей, но концовка у него не менее запутанная, чем у начала. Она точно так же разделила мнение зрителей на два лагеря. И каждый был по-своему абсолютно прав. На протяжении всего фильма нам показывают, что у Ригана Томаса есть сверхспособности, но потом нам объясняют, что это всё лишь в его голове. В последней сцене мы видим, как дочь Ригана, Сэм, входит в палату и видит пустую комнату и открытое окно. Сирены и голоса доносятся с улицы внизу. Она смотрит вниз, медленно поднимает голову к небу и улыбается. Некоторые могли подумать, что это означает, что главный персонаж всё же умеет летать, и что это – хэппи энд. Вот только это крайне маловероятно. Судя по всему, главный герой действительно покончил с собой, потому что у него не получилось это сделать днём ранее. А дочь его наверняка видит галлюцинацией, как и её отец. Тот факт, что у неё есть татуировка птиц на плече и то, что её отец играл супергероя Бёрдмана, говорит о том, что между ними есть крепкая связь. Его дочь отрывается от реального мира и погружается в мир фантазии, где её отец до сих пор жив и парит в облаках. К тому же полное название фильма – Бёрдман или неожиданное достоинство невежества, поэтому Сэм может просто отрицать реальность. Один из четырёх сценаристов Бёрдмана, Александр Динеларис, намекнул в интервью для Hub Post Life, что ключом к пониманию концовки являются отношения Сэм со своим отцом. «Я считаю, что когда мы видим отношения отца и дочери, мы понимаем, о чём рассказывает история Ригана. Когда мы слышим крупный монолог Эммы в подвале, мы начинаем понимать их отношения и то, чем они были. Но мы не будем разжёвывать концовку» Вместо легкомысленной романтической комедии о взрослении зрители, посмотревшие Ванильное небо, получили угрюмый ремейк успешного испанского фильма. Безответственный плейбой оказывается на грани смерти с обезображенным лицом после попытки его бывшей покончить с собой. Его лицо частично восстановлено, но жизнь летит под откос. Зрителям не раз дают намёки на то, что большинство происходящего на экране – это сон на его главного героя, которого продержали в криогенной заморозке более 100 лет. Ещё больше сложности в сюжет приносит то, что это может оказаться последствиями глюка. Ему дают выбор – перезагрузить сон или выйти из него раз и навсегда, прыгнув с крыши здания. Тогда он вернётся к жизни. Он прыгает, и после этого протагонист открывает глаза, начиная свою жизнь заново. Режиссёр Кэмерон Кроу сказал, что ключом к пониманию фильма может являться принятие того, что вы видите на экране. Это реальные события истории. Это было сказано на дорожке с комментариями на расширенном DVD. Режиссёр также опирался на это мнение в разговоре с Film School Rejects во время обсуждения альтернативной концовки. Он сказал, «Вы хотите, чтобы люди поняли то, к чему вы ведёте, но после обоих концовок остаётся один и тот же вопрос. Не слишком ли полярны эти две концовки и то, что они объясняют? Я считаю, что это так. Оригинальная концовка более открыта, но менее объяснена» В конце этого фильма Братьев Коэн истерзанный писатель Бартон Финг сидит на пляже, где он встретил женщину, похожую на ту, что была на картине в его удручающем и депрессивном номере отеля. Вскоре после встречи фильм неожиданно обрывается и оставляет зрителей в полном смятении. Что всё это означает, и какую идею вложили режиссёры в это сложное произведение с таким необъяснимым финалом? Вот как минимум одна сторона медали. Этот фильм воплощает идею Голливуда – это место фантазий, пляжей и красивых женщин. Тем временем, на протяжении всего фильма сам Финг является воплощением голливудской реальности. А реальность, как мы знаем, категорически отличается от фантазий и мечтаний о хорошей жизни и успешной карьере – особенно в таком городе, как Голливуд. Да и в целом в любом крупном бизнесе с огромными акулами. Его сценарий уничтожил исполнительный продюсер, он понял, что его герой, сценарист Уильям Мэхью, оказался алкоголиком и что его жена пишет для него романы. А потом он сбежал из горящего номера в отеле и от маньяка с дрововиком. Можно подумать, что образ Финка, который находит женщину на пляже, может означать конец его страданий и что он наконец получил своё вознаграждение и нашёл безопасное место. Но на самом деле он понял правду о том, каким опасным может быть мир, в котором он существует. Джоэл Коэн объяснил в интервью 1991-го, «Некоторые люди предполагали, что вся вторая половина фильма – это исключительно ночной кошмар. Но мы не собирались вкладывать настолько буквальный смысл. Он похож на плохой сон, и, да, мы старались придерживаться иррациональной логики. Мы хотели, чтобы атмосфера фильма отражала психологическое состояние протагониста. И это был далеко не последний раз, когда братья Коэн создавали фильм, который вызывал ярые споры между зрителями после просмотра» Их фильм 2008-го года, Старикам тут не место, тоже вызвал очень много мыслей и споров своими деталями, которые были открыты к интерпретации. В конце кровавого нео-вестерна Старикам тут не место шериф Пэт Том Белл рассказывает своей жене о том, что у него было два сна про его отца. В первом сне он теряет деньги, которые отец дал ему. А во втором сне он видит своего отца держащим в руке факел, въезжающим в темноту снежного горного прохода. Вскоре после того, как Белл рассказывает истории про свои сны, он говорит своей жене о том, что его отец умер ещё молодым. В этом смысле он навсегда будет помнить отца в расцвете сил. Но, что более важно, на протяжении всего фильма Белл размышляет о жестокости района, где он является шерифом. Он уже на пороге выхода на пенсию, поэтому и удивляется, не слишком ли он стар для этого дела? К тому же сам фильм называется «Старикам тут не место», а Белл определенно тот ещё старик. Слишком быстро всё стало слишком жестоко, особенно для его возраста, и он больше не может этого выносить. Миру нужен кто-то молодой, как его отец, чтобы осветить людям путь и провести их через темноту, прямо как во втором сне Белла. А что до первого сна? Может, просто Беллу нужен новый кошелёк? Поклонники Дэвида Линча, знакомые с его сложным, запутанным и аллегоричным стилем, знают, что не следует воспринимать его работы прямолинейными и прозрачными рассказами. В них скрывается очень много метафор, которые зачастую бывают очень сложно интерпретировать с позиции логики. Но даже в этом контексте сложно понять его любовную драму 2001-го, Малхолланд Драйв. Сам режиссёр категорически отказывается помочь зрителям понять его фильм, сюжет которого вращается вокруг актрисы, таинственной женщины и режиссёра фильма, а действие происходит в атмосфере непонятного сна, подкреплённого бессмысленными событиями. Понятно, что концовка фильма полностью открыта к интерпретации, как и весь остальной фильм. Большинству зрителей понравилось копаться в его деталях и придумывать разные теории, в попытках объяснить, что конкретно Линч имел в виду. Но лучшее объяснение из всех высказал кинокритик Роджер Эберт. «Фильм гипнотичный. Нам говорят, что одна вещь ведёт к другой, но все они ведут в никуда. И это ещё до того, как персонажи начинают распадаться и перевоплощаться, как стёклышки калейдоскопа. Не существует объяснений этого фильма. Так же, как, может быть, не существует и тайны в нём». Так в итоге как его понимать? Ну, по большому счёту, как вы сами поймёте, так и надо.